Привет, друг! С тобой Аван. Вот всем говорю, что у меня в селе Роллс Ройс у бабушки стоит, но мне кто-то чуть не верит, вот. Сегодня я вам расскажу, как же можно просто собирать лут и поднимать на этом очень много бабок. Так что присаживайся поудобнее, и мы начинаем. Да, многие могут сказать, Аван, ты чё, упоролся? С обновления, которые добавили лут, прошло уже сколько? Полгода прошло? Ну, я, как всегда, вовремя. Короче, что такое лут? Это как в МТА добавили эти бочки, где можно было лутаться, где-то выпадет кирка, там всякая фигня, бутылки, не бутылки, а оружие, не патроны. В ГТА 5 они такую штуку тоже добавили. В МТА мы можем такие штуки, только эти бочки находить в лесу. Но в ГТА 5 они добавили их по этих вот островах, вот этих вот, по островах, ещё возле берега. Не знаю, как насчёт этого, но точно знаю, что в вот этом районе, в вот этом озере есть лут, есть лут возле этих вот островов. Есть лут очень хороший, говорят, на озере Вайнвута, очень много людей ловят рыбу, мы туда тоже поедем. И лут где-то возле... возле чего? Где-то возле... возле порта, где-то вот здесь. А, нет, вот здесь, вот, вот тут, возле порта. Все эти места сегодня проверим и узнаем, где же всё-таки лучше собирать лут. А зачем, собственно, я приехал сюда? А затем, чтобы арендовать мопед, гидроцикл. Давайте арендуем какой-то самый мощный. Вот, надеюсь, это самый мощный, потому что в прошлый раз я арендовал какой-то вообще бичёвый за 5000. И пока это всё оплыл, мне уже надоело. Самый главный ещё минус, пацаны, что лут спавнится, ну, он не всегда, не вечный. Его кто-то подобрал, и он на некоторое время ещё исчез, и потом опять появляется. Так что его найти ещё тоже такая вот проблема, потому что я уже пытался заснять такой же видос, и лута нигде не было, как, в принципе, и сейчас. Многие говорили, что лут ещё находится где-то вот здесь в лесах, вот здесь в лесах, вот здесь в лесах, вот здесь в лесах, вот здесь. Не знаю, насколько это правда, но то, что на островах и под водой, это точно. Так, пацаны, сегодня удача прям мне улыбается. Вот возле этих островов мы были, здесь не было ничего. Прилетели на этот остров, который большой. И здесь есть вот коробка с лутом, давайте её вскроем, сжимаем ей и ждём. Вот, и нам выпало, что нам выпало? Металлолом, микрочипы, патроны для дробовиков, личинки, насекомых, вот. И вот бочка ещё с лутом, давайте её тоже вскроем. Здесь где-то опять есть тараканы, офигеть. Поднимаем, поднимаем, поднимаем. Мы получили микрочипы, металлолом, пистолетные патроны и всё, да? И патроны для дробовика, ага. Давайте пробежимся в ту сторону острова, возможно, нам ещё что-то заспаунилось. Вот, в этой части мы ещё нашли сундук с лутом. И нам выпало, что? Хлебный мякиш, патроны для дробовиков, пистолетные патроны и металлолом. Так, пацаны, я пролетал случайно возле вот этого берега и увидел вот там такую бочку с жёлтым маркером. Значит, всё-таки в этой горной местности тоже спавнится лут. Ну, это будет в отдельной серии, когда мы будем ездить по этим горам. А сегодня наш числодный ролик по островам и под водой. Крупные патроны, 4 пистолетные патроны, 9 микрочипы и металлолом, 6 штук. Блин, всё-таки интересно, сколько же я заработаю просто в конце этого ролика. Но я не думаю, что такой большой остров и здесь ничего нет. Должно быть что-то прям. Две коробки ещё с той стороны, мне кажется, как минимум две коробки есть. Опа, металлолом, хлебный мякиш, микрочипы, металлолом. Ещё одна коробка, вскрываем. Здесь ещё мякиш, микрочипы, металлолом. Ещё металлолом, я понял. Есть одна коробка, вот ещё и бочка есть, блин. Я прям как вообще ванга. Личинки насекомых, микрочипы, металлолом. Больше нам ничего спамиться не будет из разряда. Только металлолом, микрочипы. Микрочипы, я так понимаю, металлолом это вообще стандарт. Там либо на личинке насекомых, либо патроны. Пистолетные патроны, микрочипы и металлолом. Так, пацаны, я плыл и увидел, что здесь есть коробка. На предыдущем она, кстати, не заспамилась. Так что, давайте как-нибудь поднимемся. Так, коробочка, коробочка с лутом. Отвечаю, здесь будет три металлолома, либо четыре. Один микрочип, пистолеты для... Ой, пистолеты, блядь. Патроны для дробовика и... Личинки, хлеб, короче. Личинки, патроны для дробаша, металлолом. Так, если здесь есть лут, значит лут есть и здесь. А здесь как минимум будет четыре коробки. Просто отвечаю. Есть одна коробка. Все. Да, вон внутри, видите, что-то светится. Значит, дождевые черви, крупные патроны, пять, металлолом. И все. Тоже коробка. Берем. Так, здесь есть мякиш, хлебные, крупные патроны, пистолетные патроны и металлолом. А вот еще одна есть коробка. То есть уже три коробки. Блин, еще, наверное, что-то наверху должно быть. Хлебный мякиш, патроны для рабаша, микрочипы и металлолом. Че, клюет? Ага. GTA-шки сколько там? Семь лет, но насколько она все-таки красивая. Значит, поднимаемся на пирсик. Перед началом ролика я купил себе костюм околонгиста за 100 тысяч рублей. Вот здесь у меня есть износ 10%, потому что я его уже надевал. Все, прыгаем в воду. И где-то здесь ищем лут. Он говорят, люди, что он спаунится где-нибудь возле пирса, собственно. Я вижу, здесь что-то спряталось. Хм. Это для меня, наверное. Короче, пацаны, пока я вскрываю содержимое. Расскажу. Проплыл, короче, от той части, где мы оставили мопед. В правую часть полностью. Я ничего не нашел. Ехал назад к скутеру и нашел по дороге личинки-насекомых, крупные патроны, металлолом. Кстати, смотри, какие следы от ластов остаются. Лол. Думаю, что за утка здесь бежала? Под водой ничего тупо не нашел. Возможно, кто-то просто уже собрал. Я видел, там пацан стоял с удочкой. Возможно, он уже проплыл и все собрал. Но то, что здесь есть лут, я точно видел. А как я это здесь был и не увидел этот сундук? Офигеть. Дождевые черви, личинки-насекомых, хлебный макиш, две штучки и металлолом. Давайте я доплыву. В принципе, нам мопед уже и, собственно, и не нужен. Так что я доплыву вот по этому берегу. И здесь, скорее всего, арендуем второй мопед. И мы поплывем на вот эти острова и на вот эти. Кстати, еще здесь еще это озеро есть. Здесь тоже мы облазим. Вот, пацаны, наш первый лут, кстати. Возле этого пирса все-таки лучше. Вот, возле этого. Хотя на том пересе было на улице, прям на нем лут. Но вот здесь есть подводный. Во! Говорят, что под водой лут намного лучше, чем на земле. Шесть патронов, девять крупных, пятнадцать пистолетных и четыре металлома. Ну, кстати, да. Патронов нам хорошо отсыпали. Не то, что на суше. Так, пацаны, мелкий и краткий итог. Вот я от первого пирса, где у нас стоит сейчас мопед, проплыл вот полностью сюда. Здесь ничего не нашел. Нашел вот здесь на суше и вот здесь на суше. Потом приехал к этому пирсу, здесь под водой одну коробку нашел. Вот здесь вот это все проплыл и ничего не шел. Как минимум, он лут мог не заспавниться, а как максимум его могли собрать. Потому что лут под водой намного вкуснее, как мы уже увиделись. Так что летим на другие старва и на другие берега. Я просто ехал арендовать скутер и я нашел в горах еще одну бочку. Давайте ее, короче, вскроем. Почему я не снял водолазный костюм? Потому что, когда вы одеваете его и снимаете, там на костюме внизу пишется износ. И добавляется некоторое количество износа. А я не хочу, чтобы у меня был износ костюма очень большой, поэтому я его не снимаю. Давайте сейчас за пять тысяч возьмем. В принципе, пофиг. А, он в принципе и ничем не отличается. Ммм, классно. Опа, 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 опа. А вот это моя самая любимая бочечка. Иди к папочке. Так, что же здесь было? Здесь был червяк дождевой, хлебный мякиш, металлолом и микрочипы. Окей. Пацаны, лучше в эту сторону вплыть, потому что, смотрите, я только отъехал от той бочки. Еще одна бочка, офигеть. Так, патроны для дробаша, крупные, микрочипы и металлолом. Я просто уже вижу масштабы этого острова и понимаю, что здесь должно, блин, быть что-то очень вкусное. Я уже вижу бочку, да. Побежали. Мякиш, патроны, микрочипы и металлолом. АК-47 компакт, револьвер, СМГ пистол, 17 металлолома. О, повезло, повезло. Ты не говорил, что это самый мой любимый, как бы, остров. Вы запомнили, какая коробка? Вот такая вот зеленая, маленькая, квадратненькая. Вот там должно что-то быть топовое. Мякиш, металлолом, личинки, насекомых. Ну, это такое же, это маленькое. Личинки, патроны для дробаша, микрочипы и металлолом. Остались, пацаны, последние острова. Давайте, я на это даже забегать не буду, потом... А! Извиняюсь, быканул. Значит, дождевые черви, личинки, пистолетные патроны и металлолом. Опа, еще одна коробочка. На соседнем просто острове. Мне эта сторона нравится, пацаны. Лучше сюда лететь, я ничем туда. Мякиш, патроны, пистолетные патроны и металлолом. Значит, если дерево есть на острове, это, я думаю, 100% должно быть что-нибудь вкусное. И, возможно, даже не одно. Бля, сторону я, конечно, выбрал офигенную, чтобы вылезти на этот остров. Ты что-то забыл. В принципе, коробка есть. Патроны, микрочипы и металлолом. А, пустая? Только закончил с записью, увидел, что просто на маленьком острове стоит бочечка. Она просто отыграется за эту коробку пустую, которую я вообще офигел, что такое даже может быть. Металлолом. Крупные патроны и пистолетные. Так, мы залезли на остров. Опа, коробочка есть. Можно мне уже эту коробку, которая с оружием? Так, крупные патроны, пистолетные, микрочипы и металлолом. Еще одна коробка, офигеть, на таком маленьком острове еще одна коробка. Вряд ли будет еще одна, но посмотрим. Хлебный мякиш, микрочипы, металлолом, дождевые черви. Я говорил, что остров с деревьями это 100% острова с лутом. Но вот, я еще не доплыл, уже бочка виднеется. Кстати, вот этот остров, там ничего не было. По идее, здесь как минимум еще что-то должно маленькое быть. Не только, я думаю, бочка. Скрываемся. Дождевые черви. Патроны для дробовиков. Патроны пистолетные и металлолом. А не, больше на этом острове ничего нет. Ну ладно, плывем параллельному. Так, остров есть, две коробки уже виднеются. Но там должно быть комары, это опять офигеть. Там должно быть, блин, что-то покуснее. Блин, такой большой остров с деревьями, с соснами. А здесь какие-то две бичарские коробки. Личинки, патроны, микрочипы и металлолом. Значит, мякиш два штуки, патроны, пять, металлолом три и микрочипы. Офигеть, пацаны, это походу две коробки на весь такой большой остров. Я нашел, вот там бочка есть. И вот здесь, наверху, еще коробка. Дробаш, микрочипы и патроны на пистолет. Металлолом семь штук, кстати, неплохо. Даже его и черви. Личинка с насекомых, микрочипы и металлолом пять штук. О! Привет! Меня зовут, это как сундук, слотом, понял. Значит, что, тут крупные патроны, металлолом девять штук, кстати. Микрочипы и личинки насекомых. Ай! Не-е-е-ет! Не хочу, не хочу, не хочу. Блядь. Ой. Ой. Мы приплыли к озеру. Вернее, не приплыли, а приехали к озеру. И мы сейчас проверим, есть ли здесь лут, либо нет. Потому что он находится в горной местности. Пацаны здесь ловят рыбку, так что вряд ли мы что-нибудь здесь найдем. Шли, прикаляйте. Я думал, пацаны, которые уже здесь ловят рыбу, они уже здесь все облутали. Они, походу, не все облутали. Так, Е. И что у нас тут было? Коль 19.1. Дождевые черви и металлолом. Ныряем. Вот здесь еще одна коробочка есть. Она выглядит уже подороже, побогато. Это в коробочке. В коробочке, возможно, будет какая-то, не знаю, ракетница, РПГ. Шутка. Здесь такого, наверное, нет в коробке. Мотыльки, черви, патроны и металлоломан. Да, размечталось. Приехали на самое популярное место для рыбалки. Смотреть, просто посмотрите, сколько здесь людей. Вероятность того, что здесь что-нибудь будет под водой, просто минимальная. Но все-таки давайте проплывемся. В принципе, пацаны, как я и думал, проплыл все озеро на Вайнвуде и не нашел ни одной коробки. Потому что здесь вы видели, сколько людей. И они 100% уже собрали эти коробки. Так, мы приехали на третье место. Вот здесь, в порту. По идее, оно должно быть где-то вот здесь. Вот здесь, не помню, вроде должны быть. И вот здесь. Покажа прыгнем где-то возле этого, где-то вот так вот внизу. Надеюсь, что что-нибудь найдем. Так, пацаны, я вот поплавал здесь. Ничего не нашел. Вряд ли есть здесь лут. Мне кажется, он спаунится только какой-то горной местности. Вот тут, вот тут, в озерах. Типа вот это, вот этих, вот этих озерах. Вот этом большом. И где-то вот тут вокруг. Сразу видно, короче, как сдают успешные люди металл. На Rolls Royce. Чисто в багажник загрузил и все. Барыга у нас находится на персе. Кто не знает, барыга спаунится на смотре рейдж. В любом вообще месте, где ему захочется. Вот, он может спауниться вот здесь на персе. Может в аэропорту. Может вот здесь. Может вот здесь. Может где-то, не знаю. Вот здесь. Он спаунится где хочет. И спаунится на энное количество минут. Давайте местному барыге сольем. Все, что пишется. То есть, микро-чп за одну штучку, это 977 рублей. За один металлолом 568. Патроны я сливать, скорее всего, не буду. Патроны лучше слить на руки. Тем более, у меня есть калаш. У меня есть пистолет. Нету дробаша, кстати. Можно и дробаша, и слить патроны. Все, в принципе, произвести сделку. 145 тысяч я заработал. Я не знаю, сколько я время встрал. Часа 2. Сезон охоты, рыбалки открыт. Блин, а вот я сейчас сказал охота. Блин, если бы добавили на смотрю рейдж охоту, это было бы вообще пушка. Это таким спросом пользовалось, я чувствую. В принципе, что у нас осталось? У нас осталось очень много для рыбалки. Просто личинок, мотыля, личинок, просто насекомых. В нас есть полный набор, блин, гетто-тайщера. Это 2 пистолета, СМГ-45, калаш, еще один калаш. У нас есть патроны. Патроны, не знаю, почему можно продать. И вот эти пушки. Тысяч, я думаю, вот это все, вот это все. Ну, тысяч за 100, возможно, уйдет. То есть, заработали около 240 тысяч. Давайте подведем итоги. Лут зависит от той коробки, в которой он находится. Вы заметили, что был зеленый такой бокс, где нам выпало сразу 2 пушки. Также под водой, если есть бокс, там выпадает тоже пушка. Если бочка, маленькая такая коробочка, выпадает что-то очень мало. В принципе, места, где мы лутались, это острова периодически. Почти на всех островах есть лут. Ну, если вы не собрались. Почти на всех вот таких больших островах есть лут. Очень много мы подобрали именно на этих вот островах. Очень много. В принципе, на этих тоже. Лут есть под водой вот здесь. Лут есть под водой вот здесь. И под водой вот здесь. Я надеюсь, этот ролик был чем-то тебе полезен, чем-то тебе интересен. Если это так, поставь лайкос, напиши комментарий. Давай посмотрим, сколько людей досмотрели этот ролик до конца. Просто спуститесь сейчас в комментарии и напишите слово LUT. Я узнаю, что вы досмотрели этот ролик до конца. Вот, также подпишитесь на канал, ведь у нас очень-очень много годноты. Ну, с вами был Левен, всем желаю хорошего дня, всем удачи и всем пока-пока.